Всем большой привет! Вы на канале Вечное Лето. Всем привет! Привет! И сегодня мы вам расскажем про стоматологию в Турции. Сколько стоит лечение и протезирование зубов. Юра нас привез в клинику. Она называется Summer Dental, находится в центре города. Сейчас пойдем и все узнаем. Масочки. Я тебя соблюдаю, пожалуйста. Спасибо. Это наше лобби, скажем так. Девочка-администратор. Зовут ее Дидар. Сейчас мы покажем вам наши... У нас три кабинета есть. Покажем сейчас работу наших докторов. Вот здесь сейчас проходит отбеливание. Это наш главный доктор и основатель клиники доктор Ибрагим. Говорит он на английском и турецком языке. И, конечно же, в клинике есть перевозчик. Это я всегда помогу русскоговорящим туристам и пациентам с языком. Ой, это очень хорошо. Да. Следующая клиника. Там у нас работает доктор парадонтолог. Также имплантолог. Сейчас идет операция по установлению имплантов. О, Боже. Мы аккуратненько заглянем, потому что человек, ну, пациент может быть в стрессе, поэтому мы быстренько заглянем. Вот. Сейчас пациент устанавливает имплант. В клинике абсолютно есть все услуги. Имплантация, протезирование, лечение зубов, эстетика. Абсолютно все услуги здесь у нас предоставляются. И каждый доктор работает в своем направлении. Это вот у нас третья клиника. Ну, на данный момент сейчас нет пациента. Выглядит это вот таким вот образом. Абсолютно все стерильно. Последнее оборудование, последние технологии. А детям тоже лечит? Да, детям тоже лечит. У нас есть отдельный детский врач, который занимается непосредственно детьми. Конечно, она тоже и взрослым какие-то услуги делает, но по детскому направлению выбрали специально отдельного врача. Доктор, женщина, девчонка. Мы сейчас вас познакомим. Хорошо. Как давно работает клиник? Клинике 5 лет было буквально 2 дня назад. А, поздравляю. Да, у нас есть в Инстаграме поздравления, и мы публиковали. У нас 5 лет в клинике. Много очень пациентов с России приезжает, очень много пациентов европейских. Тот, кто приезжает на отдых, потому что людям очень удобно совместить приятное с полезным, отдохнуть в Алане, накупаться в море и заодно сделать себе голливудскую улыбку. Потому что здесь это делается очень быстро, очень качественно, и по цене это очень, скажем так, выгоднее, нежели делать в Европе или в России. Это факт. Давайте пройдемся по базовому прайсу, чтобы понимать, насколько здесь дешевле в Турции лечить зубы. Базовый прайс. В основном люди обращаются с какими проблемами. Это пломбирование. Пломбирование зуба со всеми услугами, с анестезией стоит всего лишь 250 лир. И доктор работает с последними технологиями. Обычный рентген панорамный, да, всех стоит 80 лир. Это очень хорошая цена. Также, конечно же, люди обращаются с проблемой, как удаление зуба. Удаление зуба от 200 лир. Самое простое удаление 200 лир, если там какая-то проблема, и серии, как нужно корень удалять и так далее, это будет чуть-чуть дороже. В среднем от 200 до максимум 800 лир. Это если с операцией. Ну и самое последнее, сейчас все хотят голливудскую улыбку, и к нам приезжает очень много пациентов, которые ставят себе коронки, виниры, импланты, если есть такая необходимость. Средняя цена протезирования стоит, допустим, одна коронка от 150 евро. От 150 до 300. То есть это тоже очень хорошая цена в Европе, в России, на самом деле, да, таких цен на данный момент уже нет. И мы тоже работаем с иностранными материалами, то есть все это заказывается за границей и подбирается индивидуально под каждого пациента. А виниры сколько стоят? Виниры стоят, одна коронка 300 евро стоит. А отбеливание? Отбеливание, это тоже очень хорошая процедура, которая отбеливает зубы приблизительно на 4-5 тонов. А после тоже мы работаем с хорошим отбеливанием, называется Филипп Зум. Отбеливание стоит 250 евро. Процедура полностью на все зубы. И потом каждый год нужно просто будет делать поддерживающую процедуру, которая стоит 150 евро. Поняла, спасибо. А вот по времени, вот, допустим, человек хочет себе голливудскую улыбку, сколько это займет? В среднем это займет, если у человека, конечно же, но это должен осмотреть доктор, да, если там есть какие-то проблемы, но если в среднем просят смена коронок, это занимает в среднем 5 дней. 5 дней? То есть даже если человек приехал на неделю отдыхать, за 5 дней он успеет себе сделать голливудскую улыбку. То есть приехал с кривушками, а уехал Брэд Питт. Нет, ну конечно же, лучше брать всегда время в запасе, да, чтобы было там мало ли что. Ну и в Алане лучше отдохнуть не 7 дней, а хотя бы 10, хотя бы 12. Ну в среднем, да, это занимает от 5 до 7 дней, ну грубо говоря, неделя. А нет такого, что после посещения стоматолога вся челюсть болит, невозможно спать, есть, отдыхать? Как проходит реабилитация? Реабилитация проходит достаточно хорошо. Даже те люди, которые сцепляют импланты, там может быть 1-2 дня нужно будет попить обезболивающее и прикладывать лёд. Но человек может жить абсолютно свободной жизнью. Даже когда ставят коронки, как бы зубы спиливаются, ставят временные зубы пластиковые. То есть вы сможете с этими зубами свободно гулять, ходить, кушать, улыбаться, смеяться, не одевать маску, не прятаться, да. То есть и потом приходите, меняете, и доктор в один день меняет потом абсолютно все зубы уже на постоянные коронки. Поняла. То есть дискомфорта такого нет, что у вас там нет зубов, вы ходите там, не можете кушать, не можете спать. Такого дискомфорта не будет. Конечно же сейчас новые технологии, есть временные коронки, и это абсолютно всё очень удобно. Я знаю, что у вас очень плотная запись. Вот мы с Леной пришли посмотреть ей зуб, он её разболелся на отдыхе. Мы думаем, может, у вас сегодня залетят. Но у вас плотная запись, и сегодня мы только посмотрим, быть может, запишемся на другой раз. Сейчас посмотрим, да. Доктор посмотрит свой график, и, возможно, если у него получится сегодня, если не получится, мы запишем, обязательно сделаем ей в ближайшие дни по максимуму. А вот людям за какой промежуток времени лучше записываться на протезирование зубов? Ну, конечно же, лучше это делать заранее. В любом случае, если человек приезжает отдыхать, он всё равно свой отдых заранее планирует, да? Он может списаться с нами. У нас есть все абсолютно WhatsApp, Viber, Telegram. Русский, английский, турецкий язык, все языки мы поддерживаем. Можно писать мне, допустим, WhatsApp, даже присылать фотографию своих зубов. И доктор может дать приблизительный план онлайн, и сколько это будет стоить. То есть это будет, конечно, сумма как бы немножко приблизительная, но человек может понимать, насколько ему рассчитывать. А давайте какой-нибудь придумаем промо-код для наших зрителей. Сможете ли вы сделать скидку, если они скажут, что они пришли от вечного лета, допустим? Конечно, мы будем делать скидочки для наших пациентов, которые приходят от вечного лета. Хорошо, спасибо, договорились. А сейчас посмотрим, что там у Лены во рту. Сперва нам предложили сделать рентген, и я тоже буду делать рентген, потому что у меня есть такая проблема, когда я ем твердую пищу, у меня что-то немножко стреляет. Я ходила, мне переставили пломбу, но все равно стала меньше боль, но все равно она есть. Хочу посмотреть, не пошел ли куда там кариес, чтобы все держать под контролем. Этот аппарат дает панорамный снимок. Не то, что один зуб локально, а сразу весь рот. Вот, засыпаем сюда лицо, открываем ротик, вот так вот, и ждем, пока все сфотографируют. Так выглядят элайнеры, которые вы получаете. Вот такую коробочку со всем набором элайнеров, рассчитанных на весь период вашего лечения. Это бесцветные капы, которые вы должны носить в течение дня 22 часа. Снимаете их только на период, когда вы кушаете. Убираете в такую коробочку, чтобы случайно официант не выбросил вместе с салфеткой. Выглядят они так. Например, вот такой вот запущенный, скажем, ряд зубов в начальной стадии лечения. Как происходит снятие слепков? Сперва снимаются слепки, делается компьютерное моделирование, после которого высчитывается на компьютере, сколько должно быть вот таких вот кап на весь период лечения. Вы их должны носить, как я сказала, 22 часа в сутки. И далее выглядит это так. Сейчас я вам покажу. Они бесцветные, на зубах их практически не видно. Вот так они выглядят. И вот из такого кривого ряда зубов и начальной стадии вот такого эйлайнера мы переходим к итоговому варианту. Ряд зубов исправляется. И итоговый эйлайнер, он полностью, опять же, повторяет ряд зубов, но уже более ровный и правильный. Такое лечение в среднем стоит 1500 евро. Если это эстетическое исправление, которое занимает всего лишь 2-3 месяца, это в районе 1200 евро. Поскольку мы работаем с турецкой компанией, лечение в данной компании дальними эйлайнерами обойдется, ну, как минимум, в 2-3 раза дешевле, чем, например, американскими другими компаниями, которые производят эйлайнеры. Например, наши клиенты из Москвы, когда приезжают сюда, говорят, что американские эйлайнеры мы обошлись в пределах в районе 5-5500 евро. Наши же, как я уже сказала ранее, обойдутся вам в 1500 евро. И срок изготовления, самое важное во всей этой истории, что срок изготовления будет намного быстрее, нежели вы будете ждать эйлайнеры из, например, Америки. То есть изготовление занимает в пределах двух недель. И через две недели вы с такой коробочкой уезжаете к себе домой, и каждые две недели самостоятельно меняете новые капы и носите их 22 часа. Мы сейчас смотрим примеры работ до-после. Какие зубы были и какие сделали? Пациентка обратилась к нам, курящий человек, человек, который давно не был и у донтиста, и у парадонтолога, обратилась с проблемой красных десен, очень беспокоили десны, которые кровят, и, конечно же, эстетика в первую очередь. Чтобы соблюсти эстетику в нашей клинике, мы что сделали? Мы подрезали форму десны. Процедура называется гинвейктомия. Да, она выше, она ниже, получается. Да, десна над передними зубами с одной стороны выше, с другой стороны чуть ниже. В данном итоговом случае мы выровняли после процедуры гинвейктомии теперь ровная арочка десен. Во-вторых, пролечили десна, то есть они были красные, воспаленные, стали розовые и здоровые. И заменили коронки на 28 зубов. То есть у нее коронки заменены и на нижних зубах, и на верхних. Благодаря тому, что мы можем сделать коронки, мы можем изменить форму зубов. Посмотрите, какая была форма немножко трапециевидная. Сделали эстетику, выровняли прикус, соблюли, чтобы функциональность совмещалась с эстетикой. То есть у человека получилась идеальная красивая улыбка. А сколько по времени это заняло? Вот такое лечение. Больше это связано с тем, что были несколько процедур у парадонтолога. Кюритаж называется, такая глубокая очистка десневых карманов. В связи с этим срок просто надвигается на 10-20 дней. В среднем замена коронок, просто если не нужно лечить десна, то выходит в пределах недели, полутора недель такое лечение. Но в данном случае с лечением десен обошлось где-то в полтора месяца. Ага, понятно. А еще покажите, я видела. Да, еще есть вот такой вариант тоже. Ой, ну вообще, вообще небосемя. То есть тоже девушка, например, была у нее. И это не больно? Это все делается под анестезией. Это делается все в короткие, ну я имею в виду, в короткие сроки, удобные для пациента. То есть мы не закрываем пациента на 5 часов. То есть работа максимум час-полтора в день. Ну этого достаточно для того, чтобы сделать вот такую вот идеальную улыбку. Красота. Все, нам сделали снимки. И когда делали рентген, такая машина, она вот так крутилась. Такой робот, я первый раз такое вижу. Так, все, Лена уселась в креслице. Вы можете рассказать, какая у вас проблема, что конкретно чувствуете? В самом низу реагирует на холодное, на горячее, на сладкое. Врач все раз спросил, про какие болезни, про какие реакции, про аллергию, какие лекарства Лена принимает, все такое. Достаточно долго общались перед началом процедуры. Первая консультация у нас бесплатна. Доктор делает только рентген. И по рентгену он рассказывает все проблемы, которые есть у пациента. В стоимость включена только стоимость рентгена. Сама консультация доктора бесплатная. Он проверяет все. Доктор записывает сейчас, какие проблемы есть у пациента. И медсестра записывает, замески делает. То есть он как бы посмотрелся, да, и там у вас внутри большой кариес, и возможно, что больше, чем это казалось начально. Поэтому при лечении, как бы, да, возможно, разные варианты. Я такая деловая, хотела сесть сразу после Лены. Они мне говорят, нет, нет, тут нужно все прибрать, идите в другой кабинет. Он был подготовленный, и мне будут смотреть зуб вот в этом кабинете. А вот мои зубы. Знакомьтесь, такое вы меня еще не видели. Когда я ем твердую пищу, у меня был легкий кариес. Начну с начала. Чеки с легкий кариес. Окей. Да, доктор поставил пломбу. И шмотта доктора, доктор, где-то филин. Когда? И когда? Где-то недели три назад. Три векса? Три векса? Потом у меня спустя неделю, когда я ем твердую пищу, клубничные зерна попадают. Мне прям больно, как-то реагирует. После этого ощущения, когда она что-то сильное, она чувствовала, как она не комфортно. Окей. И я пошла к врачу. И она не комфортно? Бесплатно, по гарантии. Мне переставили пломбу. И он изменил эту твердую пищу? Да, боль стала меньше, но все равно реагирует. Она не чувствовала ни болезни, но когда она что-то сильная, она не комфортно. Окей, same tooth, two different doctors. То есть, один и тот же зуб, два доктора. Один и тот же доктор. А, один, one tooth, one doctor. Two times feeling, but it's still uncomfortable. То есть, два раза клубы меняли, и все равно не комфортно. То есть, два раза клубы меняли, и все равно не комфортно. То есть, два раза клубы меняли, и все равно не комфортно. То есть, два раза клубы меняли, и все равно не комфортно. С левой стороны, да, внизу. Окей, now I will slowly touch again. Он сейчас попробует, да. Вы говорите, что вы чувствуете. Let's check the other ones, to understand the difference. You have pain? Pain? Here? No. You feel pain? Different? This one? Окей, close. Закройте и, типа, как сожмите, да? Yes, ok. Right and left. И так, типа, как поводите его, лево-право. I know, what's the problem. Что же? Должен знать, что у вас. Но воде... Не дали, не дали дух. Первая проблема идет от зубомудрости. Последний зуб, это зуб мудрости. Да. And the real problem, that you feel, is about the number 7. А настоящая проблема у вас идет от зуба номер 7. Not the last one? Нет, не от зуба мудрости, а от зуба номер 7. Да, да. Если доктор говорит, что может быть у вас сама пломба немножечко выше расположена, из-за этого это тоже как дает дискомфорт и ее травмирует. Мне сейчас будут подпиливать пломбу. Очень хорошо, что есть переводчик. И она такая грамотная, все вот эти узкие термины все правильно переводят, все понятно, легко. Если вы чувствуете болезнь или сенситивность, скажите мне, я буду остановить. Угу. Окей, это все. Не больно, без анестезии ничего не больно. Все подправили. Какое у вас за ощущение внутри? Классно. У кого даже зубки стоят. Раньше как-то убиралась в то, а сейчас нет. Две-три недели наблюдаете, а потом у них две ночи. Хорошо, хорошо. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, про ваших докторов. Это наш главный доктор и основатель клиники. Зовут его Эбрагим Тюркер. Он занимается в основном эстетикой. То есть делает голливудские улыбки абсолютно из любых, скажем так, ситуаций выходит. И люди всегда выходят от него счастливыми. И второй у нас есть доктор, который занимается непосредственно заболеваниями десен. Это доктор-парадоктолог. Их всего два в Аланье. Один работает в государственной клинике, и второй доктор работает у нас. К нему приходят тоже абсолютно все люди в Аланье, потому что он спец именно в этом направлении. И третий доктор у нас детский доктор. Все детки приходят к нему. Но основной доктор – доктор Ибрагим. Хороший доктор Ибрагим. По всем вопросам эстетики, если вы хотите голливудские улыбки, то обращаться обязательно к нашему доктору. Спасибо большое. У вас сейчас хорошие цены в Турции. Уже многие мои знакомые сделали себе зубы. У Карина тоже, да какие красивые зубы. У Мойна Самархова шикарные голливудские полоснежные зубы. Не ожидается ли повышение цен? Что люди такие приехали, а раз – стало дороже. Нет. Повышение цен мы не планируем. И я же говорила, что у нас есть онлайн, да. То есть вы можете представить свои фотографии на WhatsApp. Доктор посмотрит по фотографиям и может дать приблизительную цену лечения. И, соответственно, эта цена не будет меняться по мере того, если человек сюда приедет. Если будут какие-то моменты, то это все обсуждается и это предупреждается заранее. Хорошо. Спасибо большое. Если вы тоже хотите голливудские улыбки, контакты Summer Dental мы оставим внизу в описании под этим видео. Там же будет точка на карте, если сами хотите прийти, чтобы вы не потерялись. А с промокодом «Вечное лето» вы получите дополнительную скидку от прайса. Обязательно. Обязательно. Также всегда мы со всеми пациентами контактируем в WhatsApp, Viber, Telegram. Отправляем локацию, отправляем фотографии. Где мы находимся? Как нас найти? Всегда можно звонить на телефон практически в любое время. Телефон всегда со мной в 24 часа в сутки. Все. Спасибо большое. Я теперь полностью счастливая. Пойду накуплять жир и клубники и объемся наконец-то. Ем на этой стороне. Но все равно немножко не то, когда постоянно ждешь, что сейчас реагирует. Спасибо большое. Приятно было познакомиться. Взаимно. Огромное спасибо вам не помогли. Все. Пока. 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 Пока.